Неважно, где ты родился, где ты вырос, какой у тебя цвет кожи. Главное, что ты растешь и развиваешься с книгой. В Москве к услугам жителей работают различные учреждения культуры, театры, музеи, библиотеки. 48 из числа московских публичных библиотек стали библиотеками семейного чтения. Что же это такое, библиотека семейного чтения? Библиотека стала таким центром, где могут быть и родители, и бабушки, и дедушки, и маленькие, и постарше подростки, школьники, где могут в этой библиотеке встречаться интересы всех возрастов. Родители выбирают для себя литературу, либо занимаются в читальном зале. И дети в это время находятся в зале «Мир детства», где они в полной сохранности вернутся к своим родителям, когда те освободятся. Традиция семейного чтения Библиотеки Москвы – центры семейного чтения и досуга, центры культуры и образования. Это тот полностью бесплатный социальный институт, который доступен всем членам семьи с учетом интересов каждого. Здесь найдется занятие по душе любому – бабушкам и дедушкам, мамам и папам, и, конечно же, подросткам и малышам. Неоценим вклад библиотек семейного чтения в эстетическое воспитание и работу с детьми. Библиотекарям часто успешнее учителей удается раскрыть их таланты и способности. В библиотеке семейного чтения каждый ребенок может найти занятие себе по душе. Может, сняв ботинки, разместившись на мягком ковре, играть. Может найти ответы на любые вопросы в справочно-информационных залах. Провести незабываемые часы в библиотечной гостиной, просматривая фильмы и мультики, общаясь со сверстниками. В библиотеке семейного чтения особый мир. Мир игрушек, мир чудес, мир ребенка, мир детства. Мне нравится то, что здесь много интересных книг. И я выбираю себе книгу интересную, приношу ее домой, читаю, и опять отношу сюда ее. Мы разыгрываем на гаде сценки с учительницей. И вы читаете пароля? Да. А у тебя здесь много друзей? Да. Я люблю сюда приходить, потому что я здесь открываю секреты. Ребенок, развивая свои творческие способности, познает мир через ощущения, через восприятие цветов, форм и звуков. Рисовать, лепить, мастерить, строить замки, моделировать самолеты и вертолеты. Все это можно сделать в библиотеке семейного чтения под чутким руководством опытных библиотекарей. Библиотека может стать и выставочной площадкой для работ юных творцов. Здесь бережно хранят все работы, сделанные руками маленьких Суриковых и Брюловых, и организуют выставки, на которые приходят посмотреть не только родители, но и другие посетители библиотеки. Субтитры создавал DimaTorzok Квалифицированные педагоги с музыкальным образованием проводят занятия с детьми по пению, музыке, игре на разных инструментах, танцем. Заложенные в детстве представления и наклонности с возрастом раскрываются и формируют основу личности. Маленькие гении, занимаясь в кружках и клубах при библиотеке, могут развивать свои таланты многократно. Для них здесь есть все. Библиотеки открыты для премьер, дебютов, творческих конкурсов и авторских проектов, для встреч с начинающими литераторами, артистами, музыкантами, художниками. Субтитры создавал DimaTorzok Первые уроки чтения и счета у квалифицированных библиотекаря с педагогическим образованием – это не редкость для библиотеки семейного чтения. Правильно произносить и складывать слоги, бегло читать и считать – всему этому учат на занятии, которые проходят в особой атмосфере, атмосфере соседства с книгой, сказкой. Это для тех, кто еще готовится к поступлению в школу. А для ребят, которые уже учатся, стала традицией проводить в библиотеке семейного чтения уроки. Учителя приводят в библиотеку целые классы и проводят уроки литературы, истории, мировой художественной культуры. Ведь в библиотеке есть не только книги, но и видеоабонемент, который может оказать неоценимую помощь в изучении школьной программы через фильмы, через постеры и альбомы с репродукциями великих художников. Я довольно-таки частый посетитель этой библиотеки. И вот мои труды не прошли даром. Я преподаватель, который вот в этой библиотеке, и мои школьные преподаватели помогли сделать мне проект просветителя Филиппа. И с этим проектом я занял первое место на городе. Прежде всего, это для моего ребенка, это и развлечение. Потом он узнает здесь много нового, у него здесь друзья, ему нравятся очень педагоги. Так что мы проводим здесь все наше свободное время. Субтитры сделал DimaTorzok Библиотека – это разум, это жизнь, это знания. И кто в библиотеку не ходит, тот, значит, много теряет в жизни. Библиотека – это наш помощник жизни. Субтитры сделал DimaTorzok За последние годы российские библиотеки совершили огромный рывок в расширении сферы и повышении качества предоставляемых услуг. Сегодня библиотеки, как наиболее массовые из всех учреждений культуры, предоставляют населению бесплатный доступ к информации и знаниям, чем способствуют повышению качества жизни. Здесь готовы оказать помощь в решении правовых и психологических проблем, подсказать, как наладить отношения в семье, преодолеть непонимание между родителями и детьми. Доброжелательные, чуткие и отзывчивые библиотекари, владеющие основами психологических и юридических знаний, помогут разобраться в ситуации или правильно сформулировать запрос, подберут необходимые книги. Библиотека, мир любви и уважения, мир культуры и знаний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok